Доброе утро! Я Лена Кустова и это «Живая еда». Рубрика о том, как сэкономить на витаминах и получить всё самое полезное из того, что у нас на тарелке. Ловите идею идеального завтрака! Вы уже догадались, сегодня у нас в меню сырники вкусные и пышные. Итак, нам понадобятся творог 250 граммов, одно яйцо, столовая ложка манки, изюм и сыр, соль, сахар. Как добиться идеальных сырников, запоминайте основные секреты. Первое, творог берём сухой, без лишней жидкости. Второе, достаточно одного яйца. Для диетической версии вообще оставляем только белок. Третье, вместо муки кладём манку и оставляем на 10 минут. Она разбухнет и сырники получатся пышными, высокими. Ну а пока отдыхает творожная масса, расскажу вам о пользе. Диетологи особенно советуют включать в завтрак сырники детям, подросткам и пожилым людям. Главный ингредиент творог хорошо усваивается и снабжает наш организм необходимым белком. А ещё сырники с утра запускают обмен веществ и помогают тем, у кого повышенное давление. Так что едим, наслаждаемся и не болеем. Сделать сырники можно и сладкие, и не очень. Я массу делю пополам. В одну добавляю изюм и немного сахара, в другую натертый сыр и соль. Перемешиваем всё и формируем шайбочки. Первая партия готова. Сейчас мы будем их обжаривать. И ловите лайфхак, обязательно делайте это уже на раскалённой сковороде. То есть сначала раскаливаем её на максимуме, потом ставим на среднее и уже обжариваем. Тогда наши сырники быстренько схватятся аппетитной корочкой и не подгорят. Пока жарятся сырные, я успею приготовить сладкие. Итак, в 100 граммах сырников около 140 калорий. Белков 15, жиров 3, углеводов 11 граммов. Подавать такие сырники можно с любым топпингом. У меня сегодня вишнёвое варенье и сметана. Очень жаль, что телевизор не передаёт этого соблазнительного аромата. Поэтому мы с вами прощаемся. Приятного аппетита вам. Ну и нам. Редактор субтитров А.Семкин